Забиваем банку двухлитровую, полтора больше, нарезанную веточками, ну, желательно выбирать молодые, вот, например, вот веточку возьмём, молодые где, вот эти три возьмём, да, дальше, дальше возьмём, вот эти ещё. В ледяной бане можете использовать веточки, всякие приспособления, я использую крышки, ну, вот так, чётко. Заливаем банку рафинированным, дезодорированным, любым маслом, без разницы, оливковым и кукурузным. Заливать до краёвку, да вы, ну, у нас трёхлитровая банка, поэтому получилось так, всё, накрываем крышкой обязательно. Поставили банку на водяную баню, вот у нас налито, вот, включена тройка пока, 16-10. Ну, достаточно, ну, сейчас, вот, 5 часов, чтобы прошло, вот это всё, на медленном огне, вот так прокипело, воду ещё что, доливали мы, банку не открывали. Ну, всё. Далее, маленько постудили и процеживаем. Процеживаем. Ну, твоя у нас получилась, видите, она вот такого цвета. Ну, вот у нас сито двойное, это марля. И, хорошо, сейчас отожмём, ой, и выпусим её. Для этого марлю сложили в домик, вот, и тут завязали, и затягиваем. Получается рычажок, и всё масло, вот я выдавливаю. Видите, какой цвет получился, вот такой. Банку опять наполнили резкой, по 1,5 см, без побегов, тоненькие, тоненькие, тоненькие ветки, хвоя нарезанных. Залили обратно маслом, ну, по рецепту надо, то есть, если вы делаете литр, то литр забивать. Этой пихтовой и литр, 4-5 см, чтобы не хватало доверху. Ну, залили масло, провильтрованное. Закрыли крышкой. Заметьте, если крышка у вас металлическая, которая у нас подложена, то резинка должна быть снята. Поставили на обеденную вяню, ну, всё тоже повторяем. Налили воды, следим за уровнем воды, время. И чтобы закипело, включили на самый большой огонь. Когда закипит, мы убавим, чтобы кипело и будет стоять опять 5 часов. 0,00, опять бурно закипело. Всё, убавляем примерно на двоечку. Делаем огонь и через 5 часов у нас будем снимать 5 минут в 5. Всё, 5 часов она у нас покипела. Всё выглядит вот так. Хвоя, видим, упала до уровня масла. Масло выключаем, снимаем. И ждём пока она у нас остынет. Потому что именно во время оставивания создаётся ингредиент, который вытягивает из хвои у масла все полезные вещества. Остывает пускай. Процеживаем второй раз. Получили пихтовое масло, вот такого цвета. В бутылке, ну где-то убавилось, ну, может, две трети стакана. Вот. Вот хранить будем в той же бутылке, в которой купили масло. Ну вот цвет. Какое-то неоценимое сокровище пихтовое масло. Оно содержит в себе 35 биологически активных веществ. Пихтовое масло хорошо помогает при сильном кашле. Его накапывают из пипетки на корень языка по 2-3 капли перед сном. При насморке маслом смазывают нос и перенос. Закапывают по 1-2 капли в нос несколько раз в день. При хронической ингине исключительное целебное воздействие оказывает смазывание глан пихтовым маслом. Разумеется, такое лечение противоказа тем, у кого на это масло легие. При бронхите, воспалении легких, обтирают маслом и делают ингаляцию. Втирать масло надо в воротниковую зону спины, грудь и делать массаж в топ 4-5 раз в сутки. После втирания больного надо обернуть компрессионной бумагой, закутать в одеяло, дать выпить и патагонного чая. Для того, чтобы сделать ингаляцию, в малюрованную миску наливают кипяток, накапают 2-4 капли пихтового масла, накрываются с головой, одеялом и дышат. При стенокардии едва начинается приступ, надо налить 5-6 капель масла в ладонь и втирать в область коронарных сосудов ниже соска. С целью профилактики приступов хорошо также втирания делать 3-4 раза в день, особенно при резких сменах погоды. При итоге кулите и других заболеваниях при филировневной системе, небольшое количество масла нужно втирать в область поясницы и другие больные места. Предварительно, чтобы принять горячую ванну или сделать прогревание. Курс лечения 10-15 процедур. При моктейземе помогает мазь. Приготовлено из каких-либо жиров, борсучий, гусиный жир и прочее пихтовое масло в соотношении 60-70 на 30-40 процентов. С остальные части тщательно размешать, наложить на больное место сверху, приложить компрессную бумагу и привязать. Делать такие компрессы 2-3 раза в день. Курс лечения 12-24 дня. Пролежни и опрелости тоже можно вывести и этой мазью, и чистым маслом протирать тампоном больные места.